Сегодня я хочу высказать свое мнение о влиянии флуоресценции на качество и цену бриллианта, а в конце дам лайфхак, как с помощью флуоресценции определить синтетические бриллианты. У моих клиентов из России и Украины есть два принципиально разных отношения к флуоресценции. Поскольку по российским ГОСТам, которые пришли еще из Союза, флуоресценция не относится к основным характеристикам бриллианта, многие про нее просто не думают. Те, кто что-то почитал, боятся ее как огня. Готовы покупать бриллиант без сертификата, но только чтобы у него не было флуоресценции. Это неправильно с моей точки зрения. Флуоресценцию надо любить, ее не надо бояться, ее надо ценить. Почему любить? Потому что флуоресценция зрительно делает желтоватый камень более белым. Она добавляет синеву. Например, камень цвета H будет казаться как F. Ее не нужно бояться, потому что только 3% камней с очень сильной very strong флуоресценции и только 1% с сильной strong флуоресценции параллельно имеют молочный цвет или мутность. То есть, не флуоресценция вызывает эту мутность, она параллельна этой мутности. Но эта мутность обязательно указана в сертификате. Надо просто читать и отказываться от покупки мутных камней, а не камней с флуоресценцией. И, наконец, нередко камни с флуоресценцией продаются дешевле. Во всяком случае, в Европе. И самое главное, почему ее нужно ценить? Потому что все камни с синие флуоресценции натуральные. Что такое флуоресценция? Если вы в затемненном пространстве помещаете бриллианты под ультрафиолетовое излучение, невидимое глазом, то некоторые из них издают уже видимое глазом излучение. Оно может быть белое, голубое, синее, желтое, красное, зеленое. В флуоресценции различаются нулевая, слабая, средняя, сильная, очень сильная. Если это свечение продолжается уже после выключения ультрафиолетовой лампы, это называется фосфоресценцией. Это уже другое. Очень немногие камни с очень сильной флуоресценцией светятся и под влиянием солнечного света. Но это бывает довольно редко. Флуоресценция – это сложное явление. Начали исследовать ее в 30-е годы 20 века. В 30-е, 40-е, даже 50-е годы камни с флуоресценцией продавались с наценкой по отношению к таким же камням с прочими равными характеристиками. Это сохранилось в Америке, в Соединенных Штатах и в Тихоокеанском регионе, где и так много желтого цвета. Там до сих пор камни с флуоресценцией продаются с наценкой 5-10%. В Европе ситуация обратная. В Европе не хватает желтого цвета, а синего много. Здесь камни с сильной флуоресценцией продаются на 5-10%, а то и 12% дешевле. В России, поскольку флуоресценция не указана практически ни в каких сертификатах, вообще не обращают внимания на нее и это не влияет на цену. Кстати, вы понимаете, что делают в этих условиях оптовики? Они посылают камни с флуоресценцией в те страны, где их можно продать дороже. На сайте ЖИА, Гемологического института Америки, сертификаты которого так ценят во многих странах, сейчас находится более 4,5 тысяч статей, посвященных флуоресценции бриллиантов. И вот статьи последних 5-7 лет говорят одно и то же. Что молочность или мутность бриллиантов связана не с флуоресценцией, а с дефектами на атомном уровне. В редких случаях эти дефекты вызывают и флуоресценцию тоже. А теперь лайфхак. Синяя флуоресценция вызывается азотом. Азота нет в синтетических бриллиантах. Значит, если вам нужно, если вам приходится покупать бриллиант без сертификата или с сертификатами ненадежных лабораторий, которые не точно показывают это натуральный или синтетический камень, извините, на территории России, гарантированно это говорит только сертификат Московского университета, так вот для вас определить синюю флуоресценцию, вы поняли, это не так сложно. В затемненном пространстве светить на камень ультрафиолетовой лампы. Если вы увидели это, хватайте такой камень. Он гарантированно натуральный. А вот если флуоресценция зеленая, красная или желтая, это синтетический камень. Зеленая бывает у некоторых натуральных камней, которые подверглись обязательно облагораживанию методом HP-HT, то есть высокое давление, высокая температура. Но это, поверьте, исключение. То есть синяя флуоресценция – это натуральный, красная, зеленая, желтая синтетика – это лайфхак. То есть нужно думать про флуоресценцию только в одной ситуации. Если вы рассматриваете изделия с несколькими относительно крупными бриллиантами, у них должна быть одинаковая флуоресценция. Либо она нулевая, либо она средняя, сильная, но одинаковая. Поэтому, если вы, не дай бог, собираетесь покупать такое изделие в магазине, вы же не знаете, как подбирали камни. Может быть, окажутся подобранными неудачно. Одинаковые по цвету, по размеру, но с разной флуоресценцией. В итоге вы получите картинку рта с выбитыми зубами. Поэтому, как я советую всегда, обратитесь к гемологу, неважно к какому. Попросите его подобрать вам бриллианты. Он обязательно обратит внимание на флуоресценцию. И потом поставьте это в изделие. Это будет и выгодно, и надежно. Если понадобится, таким гемологам могу статья. Продолжение следует...